Здание, где сейчас располагается театр Самарская площадь, памятник архитектуры. Изначально оно было построено как театр электрического света, кинематограф, фурор. 102 года назад здесь открылся первый в Самаре частный кинотеатр. И вот спустя век сюда вновь возвращается кино. Немой кино, ты вставай, лавки дубляйте. Камера, мотор, фойе театра, импровизированная съемочная площадка. Под софитами профессиональные актеры и совсем новичкие люди с ограниченными возможностями здоровья. На площадке неподдельные эмоции и настоящие таланты. Любовь Калякина первый раз примерила на себя образ актера, а вот кино в здании театра для нее не в новинку. Я сюда ходила еще, мне было 10 лет, когда, в этот кинотеатр. И мне здесь так все понравилось, так чудесно, прям душа радуется. Муниципальный театр Самарская площадь стал первым полностью доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие праздники здесь проходят постоянно. А между обществом инвалидов и труппой театра – настоящая дружба. Они уже знают нас, мы знаем их в лицо. Они уже, когда приходят, делятся какими-то своими успехами, особенно дети. Допустим, вот в прошлое мероприятие девочка ко мне подошла, она говорит, вы меня помните? Я ведь на коляске была. Мне говорят, я не буду ходить, а я хожу. То есть даже вот такие случаи. Люди раскрылись, люди показались, насколько они талантливы. Самое главное – человек вышел из дома, человек оделся, человек настроился на общение. Ведь в наше время сложное, очень сложно найти людей, которые тебя понимают. А вот смотрите, какие люди довольны. Кульминация – кинопоказ отечественного фильма «Иван Поддубный». Картина с субтитрами и художественными тифлокомментариями, специальными пояснениями того, что происходит на экране. Впервые в этом году театр «Самарская площадь» оказывает вот эту вот социальную услугу, предоставляя людям, которые ограниченно видят, слышат, посмотреть фильм. Специальное оборудование позволяет это сделать. Это еще одно подтверждение того, что не только бизнес, но и культура является социально ответственными. Акции посвятили Году кино в России. И впереди еще несколько таких показов для взрослых и детей. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.